Блогер Игорь Кондратьев рассказал, что на самарских рынках предприимчивые торговцы начали продавать новичок. Речь идет не о яде, которым якобы отравили Скрипалей и Навального, а о сорте помидоров. Бизнесмены решили оседлать волну и дали название смертельного яда томатом сливка. Красная цена в сезон 40 рублей за кило, но ушлым бизнесменам показалось, что этого очень мало. И они придумали маркетинговый ход. Хочешь съесть всемирно известный бренд и сыграть в русскую рулетку? Доплачивай двадцатку сверху. Читатели троллят. Вот он какой оказывается этот новичок. Какая же прелесть. Съел и тебя увезли в Германию. Красота же. Нужно в книжку Шерите посылку отправить. Было же раньше слово как слово, а теперь ассоциация с какой-то гадостью. Сегодня новичок это уже скорее бренд и достояние республики. Каждому на его вкус. В паблике автомобильная столица соцсети ВКонтакте потребовали вернуть Тольятти автовокзал. Единственный законный транспортный узел Автограда, обслуживающий пассажиров центрального района, сейчас закрыт. Обслуживание граждан ведется в рядом расположенном здании старого автовокзала, который в аварийном полуразрушенном состоянии. Износ площадки входа со второго этажа составляет 100%. Под ней находится действующий пункт, куда заходят поставить отметку в путеводном листе водителя межобластных маршрутов. Там же непосредственно диспетчеры и контролеры. Под навесом при различных погодных условиях стоят пассажиры. Опасность жизни и здоровья как горожан, так и сотрудников автовокзала очевидна. Тольяттинский автовокзал с 26-летней историей оказался на грани банкротства. Профессиональные работники коллектива вынуждены со слезами на глазах искать новое место работы. А тольяттинцы подвергать риску здоровья и жизнь, приобретая билеты в развалюхе, а затем ютиться на улице в ожидании транспорта.